Сопряжение на Джебус Кросс это очень противоречивая и обособленная фракция с уникальной стратегией отыгрыша. С одной стороны есть не самые сильные юниты в игре, с другой уникальная героиня Луна, которая автоматически делает этот замок одним из самых темповых и дорогих предматчевых торгах. Исходя из опыта предматчевых торгов на крупных турнирах, можно сделать вывод, что только в двух случаях конфлюкс стартует в плюсе. Это игра против данжа и конечно же Некрополиса. Во всех остальных парах за сопряжение вам придется раскошелиться и порой очень существенно. Обычно обзор героев мы оставляем напоследок, но как уже было сказано выше, конфлюкс история обособленная. Так что в этот раз порядок имеет смысл изменить. У сопряжения отличный пул героев и многие из них всегда будут желанным гостем в вашей таверне. Здесь вам и лаку со стартовой продвинутой тактикой, которая поможет контрить стрелковой охраны, и серьезные воины Монер и Фьюр, а также специалист по ускорению Бриса со стартовой стихией магия воздуха. Отдельно хочется выделить няшу Цельку со специализацией на волшебную стрелку и магии воды, которая всегда отлично смотрится как помощник на старте, так как в одиночку с единичками способна пробить множество блоков или захватить вторичные замки. Ну и конечно земляная парочка Лабета и Гриндан, единственные герои в игре со стартовым вторичным навыком магия земли, что автоматически делает их одними из самых желанных гостей в вашей таверне. А папка в скобочках пёс Гриндан вдобавок имеет замедление в книжке со старта и специализацию на 350 голды. И вот против всего этого богатого пула героев на арену выходит Луна, которая практически лишает нас права на выбор и вынуждает выбирать её стартовым героем раз за разом на Джебус Кросс. Да, есть отдельные фанаты Гриндана, которые стартуют за него, но общая мета и ориентированность Джебус Кросса на темп говорят нам о том, что Луна на данный момент практически без альтернативный выбор. Для приличия я специально прочекал все матчи с турнира Джебус Кап, и везде, где фигурировала сопряга, стартовым героем была Луна. Так что понятия сопряжения и Луна нераздельно связаны, и именно в таком тандеме становится грозным оружием в умелых руках. Так что же это за женщина такая Луна? Давайте разбираться. Для начала давайте на неё полюбуемся. Вторичные навыки Мудрость и Магия Огня, явный уклон в прокачку магических параметров, как и у всех элементалистов, и уникальная специализация Стена Огня, которая увеличивает урон от этого заклинания в два раза. Само заклинание в отрыве от Луны используется в игре довольно редко, поэтому для начала давайте разберёмся, что это за магия. Как и следует из названия магия, оно относится к стихии огня, так что именно от прокачки этой стихии напрямую зависит эффективность самого заклинания. Изначально при базовой стихии огня сама стенка появляется двухгексовой, однако уже начиная с продвинутой ступени, стенка начинает занимать третий гекс, и её использование становится намного эффективней, так что первое, что мы делаем на старте, стараемся прокачать Луне магию огня. Механика использования стенки проста, закрываете своих юнитов стенкой и стараетесь провести вражеские отряды сквозь неё, чтобы они получили от неё урон и умерли. Однако на практике вам предстоит учитывать множество переменных. Хватит ли дамага стенки, чтобы убить отряды, достаточно ли маны у Луны на успешную боёвку, какой скорости вражеские отряды и могут ли они моралиться, нет ли у вражеских отрядов иммунитета к стенке огня, умеют ли они летать или стрелять и много чего ещё. И всё это необходимо делать в рамках ограниченного таймера, и без права на ошибку. Ведь если мы теряем Луну, зачастую это равносильно поражению. Так что да, Луна это уникальные возможности и мощное оружие, но только в умелых руках и при сопутствующем раскладе. Итак, первым делом мы стараемся прокачать Луну, её стихию и огня, а также повысить любыми методами урон, наносимый заклинанием стена огня. Прежде всего, это повышение параметра силы магии с помощью артефактов, поднятия уровня или любых повышалок. Также на силу этого заклинания влияет вторичный навык волшебства и артефакт сфера огня. Немаловажным фактором будет и количество маны, так как это напрямую влияет на темп, ведь каждый раз, когда будет заканчиваться мана, мы будем вынуждены бежать вместо пополнения, или разбиваться на ночёвку в замок. Чем мощнее будет становиться наша стенка, тем больше опций и направлений будет нам доступно. Вот практически на самом старте Луна забирает небольшой улей змеев. И чем сильнее Луна и её стенка, тем больше объектов мы можем собирать ей практически без каких-либо потерь. Также возможны и пробивки обычных охран, например, для отбития ящика пандорки на тот же подкач, или даже ГО. Более того, в случае с ГО, да и с другими мощными охранами, всегда есть опция хит-эн-рана, то есть возможность пробить охрану в несколько подходов. Например, зашли в битву, снесли часть вражеских юнитов и отступили. Пополнили ману и вернулись на добивку. В общем, опций и направлений по пробитию очень много. А теперь прибавьте сюда ещё и то, что собранную армию вы можете передать на остальных героев, и начинать работать уже ими по другим направлениям, так как самой Луне войско для битв практически не требуется. После взятия нескольких объектов на армию, вы уже работаете в разных направлениях. Там, где эффективна Луна, она прожигает стенками. Там, где охраны плохо поддаются стенкам, работает грубая физическая сила и армия на вторичном герое. Отсюда и берётся пресловутый темп. Именно за Луну обычно устанавливаются все рекорды по быстрым выходам в центр, так как некоторые удобные ГО при хорошем стартовом качи могут прожигаться уже к середине первой недели. И это демонстрировалось неоднократно, в том числе на серьёзных турнирах. Другое дело, что и в самом центре без армии может прийтись не сладко. Любой непрожигаемый блок на дороге может стать серьёзной преградой для вашего темпа. Так что, естественно, Луна это не панацея, и далеко не в каждой партии получится показывать крутые результаты. Ещё одним плюсом замка является родная земля, Высокогорье, на котором отсутствует штраф на передвижение с любыми юнитами. Здесь генерируются уникальные строения, руины, которые помимо денежной награды за пробивку будут помогать с разведкой вашей территории, так как открывают территорию в радиусе 12 клеток. Беседки, в которых за 1000 золота можно получить 2000 опыта на вашего героя. Отличный стартовый подкач для Луны. И лачуги-отшельники, которые улучшают один из ваших вторичных навыков. Итак, давайте подобьём, что у нас получилось по тактике игры на старте. Делаем разбежку, определяемся в каком направлении вести Луну, чтобы по пути можно было максимально эффективно её подкачать. По возможности на этом маршруте стоит оставить сундуки для подбора на опыт. Грейдим ей магию огня, как минимум до продвинутого уровня, чтобы была трёхгиксовая стенка. Делаем дальнейшую разведку и определяемся со стартовыми боёвками. Также по возможности проверяем размеры объектов на армию. Если находим небольшие улики или зефы, и нам уже хватает на них дамага, идём в них. Тут получаем стартовое войско, а также продолжаем качать Луну. Не забываем периодически пополнять ману, не стесняйтесь использовать разбивку в замок. Всю армию передаём по цепочкам и начинаем помогать Луне, зачищая другие направления, где этих мощностей уже хватает на небольшие сражения. Желательно побыстрее разведать ГО, дабы понимать, как вы собираетесь его проходить. Иногда вовремя разведанное ГО может послужить причиной рестарта или наоборот решающим фактором для заигровки той или иной раздачи. Ну а дальше уже по накатанной, как снежный ком. Луна качается и может ломать всё более грозные охраны, а собранная армия становится всё более независимой и пробивной. Внутри замка довольно редко уходят в отстройку юнитов и чаще фокусируются на отстройке гильдии магии. Иногда имеет смысл отстроить университет магии, уникальное строение сопряжения, в котором вы можете изучить любую стихию вашим героям. Нередко в центре или в свитках получается найти заклинание Армагеддон, которое может быть очень грозным оружием в руках Луны, с её прокачкой в СП и экспертной магией огня. К тому же некоторые юниты сопряжения имеют иммунитет к Армагеддону. Безусловно, основной проблемой старта за сопряжение и Луну являются низкие боевые статы и слабые родные юниты. Однако, если получится рано выйти в центр, вы зачастую сможете это компенсировать сбором хороших артефактов и пробитием внешних объектов на армию. Что касается объектов, напоминаю, что их пробития и прожиги вы можете потренировать на специально созданной мной карте, ссылку на которую я оставлю в описании к этому видео. Суть карты такая, есть два героя, Луна и Гриндан с средним стартовым войском 60 пикси, 14 воздушных и 5 водных элементарий. И есть всевозможные объекты разных размеров. Также внутри замка отстроены все строения и есть неограниченное количество юнитов. Если вам есть чем дополнить данный гайд, оставляйте свои комментарии, это наверняка поможет людям разобраться с игрой за этот замок, а также поможет продвижению этого видео. Субтитры создавал DimaTorzok